всем привет дорогие друзья с вами антон чейс и сегодня я хотел бы в кои-то веки поднять довольно таки серьезную тему в своих обсуждениях это то есть часто мне упрекают в том что типа антон ты вонючая быдло и после твоих видео дети тупеют бьются головой об стенку не слушают матерей своих и папок тоже не слушают короче ты делаешь молодежи только хуже поэтому я сегодня поднимаю очень серьезный разговор это проблема расизма футболе 1488 все дела национальный вопрос в россии само собой обсудим тоже немного я обсужу а вы послушайте можете высказать свое мнение в комментариях писать мне в личку так сказать вконтакте то есть все вы знаете что я моя личка открыта для вас пишите туда в любое время только пишите просто адекватно и это да вам с удовольствием отвечу и поболтаю с любым из вас что ж в свете последних событий моя дикция давно не записывал видео поэтому моя дикция сейчас просто ниже нуля просто вот в свете последних событий к примеру этот выходка с яйя туре точнее его и него выходка в их выходка фанатов циска и яйя туре в отношении этого футболиста плюс то что произошло на матче шиник спартак тоже я и решил записать это видео что же начнем с матча шиник спартак все помнят что во время матча была зафиксирована на видео камеры и после матча была дикая буча в общем на видеокамерах было видно что один из спартаковских болельщиков держит в руках нацистскую символику вот знаете этот вопрос так сказать о двух концах с одной стороны безусловно это плохо потому что ну нацизм фашизм это очень плохо я это не уже я об этом чуть позже скажу что свое отношение конкретно к этому всему проявлению к этому направлению в культуре в истории вот блин тут рядом кот жрет консервы так аппетитная сейчас возьму него парочку рыбешек ладно я же вегетарианец а вот это плохо да но с другой стороны куда смотрели менты почему они позволили пронести данную символику на поле почему наказывают за это болельщиков почему команда должна играть без болельщиков почему штрафуют клуб шинник за что если какие-нибудь санкции в отношении к милиции то есть пострадали милиция каким-то образом после этого это интересно плюс я более чем уверен что вот эта выходка с фашистским флагом и большинство других российских и националистических выходок во время футбола и вообще прочего это не более чем провокация то есть в этой маске там человек который держал нацистский флаг он был в балаклаве то есть маски тому быть вообще кто угодно хоть даже я болельщик например луч энергии мог приехать и выйти и показать это причем здесь спартак вот скажите надо разбираться и доказать плюс где порядок почему после матча вся эта милиция была просто таки раздолбана фанатьем этим их успокаивали невероятно еле-еле успокоили плюс насколько я знаю у меня так сказать знакомый знакомого был на этом матче там водой обливали всех то есть женщин детей неважно вот ты на трибуне получай избран сбой то то есть менты поняли что они обосрались то есть они до этого допустили и решили вообще всех под одну гребенку так что это глупо скорее всего короче это очень неправильно это вот вся фашистская херня мне кажется все таки да это провокация чисто для того чтобы поднять какой-то шум но это глупости другая история это съедят уре и с каким-то там российскими кричалками в его отношения со стороны болельщиков цска не знаю там ничего не доказано ничего какие-то непонятные штуки ну какой-то бред то есть я туре мне кажется это его не знаю то ли вот реально так задевает то ли он мнительный очень сильно плюс но это все это все фигня больше меня повеселило то что перед следующим матчем в самом манчестере руководство манчестер сити наняло специальных людей которые будут вот сука это же как надо думаться переводить все русские кричалки на их язык и искать в них и расистки подтекст ну что вот после этого можно сказать что это такое то есть я представляю такую картину сидит только чувак англичанин говорит так ты русский свинья ты жирная что только что сказал про нашего чернокожего паренька из команды под номером там двадцатым я просто не понимаю как такое можно придумывать это действительно людей просто вообще им делать нечего вместо того чтобы как-то проблему решать на корню то есть контроль на стадионах милиция все дела они какие-то нанимают каких-то людей которые будут переводить мат с русского на английский это полный бред мне кажется плюс я хорошо помню еще один случай уже в нашем чемпионате уже расизм там не фашизм был это когда роберта карлосу протянули банан и тот расплакался то есть роберта карлос это мой любимый игрок еще до роналду мне очень нравится роберта карлос да и сейчас он мне нравится вот я помню была такая мутка что роберта карлос был типа зарегистрирован в контакте я когда он добавил меня в друзья был так рад и думал нифига себе сам роберта карлос в друзьях а потом оказалось что это фейк вроде как но не суть не суть вот дали ему этот банан и он расплакался то есть вы представьте мужику под 40 лет он плачет из-за банана вспомните ту же ситуацию с оливером каном когда ему банан кидали он взял его просто сожрал то есть это мне кажется нормальное отношение к ситуации то есть оливер кан сам попустил этих чувачков тем что он наплевал на них на их взгляды вот теперь поговорим как это были футбольные такие мотивы то есть я вам скажу что считаю что большинство выходок российских на футбольном поле это не более чем провокация ну разве что такие люди как дикане может быть еще ладно такие серьезные псы плюс вот вспомнил одну штуку как-то был не слух такая новость может быть буквально летом этим что в каком-то греческом чемпионате какой-то или в киприотском какой-то короче греческий игрок вскинул зигу его вроде как отстранили от карьеры футбольной вообще на всю жизнь вы просто представьте это какой бред и какая-то показуха то есть есть дивка вконтакте в которой ван перси вскидывает некое подобие зиги и что ничего ничего вообще ничего то есть ну понятно что отстранить какого-то там задротиса пандописа намного проще от футбола чем целого ван перси из манчестер юнатед то есть зато не покажут смотрите мы боремся с этим мы молодцы ну вообще вокруг одна показуха короче чуваки и провокация все это не круто вот что хотят сказать вам еще интересное забыл немножко про это все штуку 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 короче вот так теперь мое отношение к самому фашизму и национальному вопросу в россии и может даже пару слов скажу про россия украина про это же взаимоотношения очень интересные что ж фашизм а вот что я хотел сказать к вопросу о зиге вас сама по себе зига это же приветствие от сердца к солнцу то есть и оно было еще придумано еще в древнем риме сами подумайте об этом то есть что в этом плохого то есть я от сердца к солнцу то есть все нормально и только и только за того что фашисты так это испоганили то есть того чувака отстрелили от футбола даже мне кажется не разобравшись в том может быть он реально может он грек древний древний машин до сих пор еще с времен древнего рима там у него прадед вскидывал зиги в честь юлия цезаря я не знаю но они же короче все это это вот нацистская свастика это вообще это же знак из очень старой какой-то древней религии индийской так что же гитлер все понатырил себе как не знаю как свегер какой-то который свегере что все воруют кресты какие-то на себе рисует вот гитлер свегер прикольно звучит вот и все испоганил скажем так вот теперь мое отношение к фашизму фашизм это само собой плохо я по своей натуре либерал то есть я ко всем отношусь терпимо к любой нации а фашизм наоборот фашизм уже он пропагандирует что только одна раса должна существовать остальные должны либо работать на нее либо быть уничтожены по-моему я правильно понимаю да но в то же время я просто ненавижу фашистов которые такие вот неонацисты в россии потому что они ведут себя просто ужасно то есть показывают такие видео где они там чек 50 наших но фашистов избивают там трех узбеков и этим они еще и гордятся то есть ну как так можно выйдите вы не знаю честно там не знаю или как-то разговором пытайтесь но когда 50 против одного там в метро безбивать бедного узбека который не знаю дворником работает попробуйте те же не фашисты пожалуйста пройдите пожалуйста на рынок где богатые хачи так сказать заведуют которых пурш каена который вас нагибать начнут прям там же нет на это конечно они не могут а то какую-нибудь цыганку на вокзале избить бабку старую это они пожалуйста вот за такое я не уважаю плюс еще видел в юху где какой-то чувак чтобы стать фашистом типа убил бомжа что ему сделал бомж вы мне скажите что даже такая глупость в то же время если фашист он реальный фашист до корки костей я не то чтобы готов его уважать я готов так сказать принимать его точку зрения и как-то с ним контактировать и общаться то есть есть видео в интернете где один фашист против 50 антифа в метро с одним ножом и он их всех не то чтобы раскидал убил но он не ударил глаз лицом то есть посмотрите видео прямо так водите один против 50 и там его найдете там в метро после этого чуваку этому одному дали по-моему 27 лет тюрьмы это было дело в испании но суть то в том что он настолько убежден своих взглядах что он очень ему плевать кто против него то есть вот за такое его уважаю то есть его бы храбрость прыть и долг так сказать направить бы в правильное доброе русло был бы просто великолепный человек вот так что в итоге мускай могу сказать что фашизм это безусловно плохо но этом лично моем не да мне кажется что и мнение любого адекватного человека это плохо и все эти 14 а кстати вот по поводу еще одной херни как часто мы видим в контакте такую штуку что унижают ветеранов особенно это часто можно заметить перед девятым мая ребята тех кто на это ведется и как-то на это агриться вы делаете вообще неправильно вы вместо того чтобы писать группах там киевы уроды моральные твари 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 вы просто напишите в поддержку контакта в технической вот такая-то группа пропагандирует фашизм и плохое отношение к ветеранам все на этом мне кажется проблем можно решать потому что это им надо то есть все что не хотят от вас эти все эти тролли очень жирные агрессии все больше ничего не надо вы вы им ее даете вот мне кажется но надеюсь вы меня поняли будет больше не будете на такое вестись вот а что касается национального вопроса в россии то есть эти все идет узбеки кавказцы все дела я отношусь ко всем не то чтобы с удовольствием но терпимо то есть я всегда говорю что у слова мудак нет национальности то есть шансы получить людей от русского или от не русского в россии абсолютно равны у меня в жизни было две истории когда меня чуть было не того и одна была связана с кавказцами другая связана с русским так что тут один-один может быть как-нибудь я поподробнее вам рассказал бы об этом но это не хотя это веселые истории были честно говоря меня все таки в них не убили вот не суть так что говорит что там типа вот эти чурки все такие плохие нет это неправильно то есть среди них тоже есть нормальные парни нормальные телочки вот так что жить дружно надо но цыган цыган я вообще вот не люблю к ним и к нему у меня просто невероятная ненависть просто вот цыган не знаю просто цыгане кошмарные люди что же надеюсь что я более-менее кто вам все как-то пояснил что ли не знаю короче итог мужать мораль всего этого что спорте фашизм и расизм это вообще ужасно и к сожалению зачастую это просто тупая провокация для того чтобы там без болельщиков играли чтобы штрафы были чтобы кого-то так сказать очень очень сильно патролить фашизм это плохо и но фашисты которые этим занимаются мне к сочи не понимают что они делают потому что ну как если можно заниматься это же вообще это абсолютно отбитые взгляды то есть считать что ты лучше другого и должен его убить при этом то есть мне кажется неправильно плюс национальный вопрос в россии тоже надо как-то к этому относится более терпимее то есть и смотреть не на цена национальность человека на самого человека то есть какой он человек то есть по цвету кожи говорит что ты плохой это очень неправильно что ж всем удачи всем пока с вами был антон чейс до свидания вот отдай мне мышку не живую мышку компьютерную до свидания